Лидеры российско-еврейской общины, а также простые московские евреи приняли участие в первом еврейском велопробеге. Цель этой акции – рассказать всем жителям и гостям российской столицы о местных еврейских достопримечательностях. Затем, как проходило это уникальное спортивно-историческое мероприятие с еврейским оттенком, наблюдали Алиса Шамир и Павел Глазунов. В Москве при поддержке Федерации еврейских общин России состоялся первый велопробег по местам, связанным с историей евреев столицы. Более ста человек собрались у входа на ВДНХ, чтобы принять участие в этом необычном мероприятии. Узнали совершенно случайно. Мы просто вот рылись по вело всяким мероприятиям и случайно нашли ссылку на вот этот велопарад. Ну, интересно, обрадовались. Главный наш образовательный знак – это, думаю, сами лица участников. Потому что даже я стою здесь, мы сразу сдалека уже видим, а, ты к нам, ну понятно, да. Есть вот сейчас просто люди, прохожие к нам присоединятся, мы будем тоже очень рады, потому что это в первую очередь познавательная экскурсия по Москве, где люди узнают вообще историю евреев Москвы, потому что даже многие евреи ничего не знают. От ВДНХ до Марины Рощи, самого центра еврейского района Москвы, в центре которого находится музей толерантности, а также синагога, еврейские школы, кошерные магазины и рестораны – 18 километров. Не так много для велосипедистов. Всего в Москве сегодня действует 9 синагог, 7 школ, 2 еврейских конгресса, десятки просветительских и благотворительных еврейских организаций. Финишировал велопробег поздним вечером в небольшой синагоге на Чистых прудах, где участников ждал радушный прием. Раф Шмулик-Куперман сделал из спортивного мероприятия с еврейским духом оптимистический вывод. Пробег, который был, дал нам всем понять, что мы живем в городе и в стране, которая относится к евреям очень хорошо. И мы должны это чувствовать, мы должны это радоваться. Не в каждом месте можно так сделать, в открытый такой пробег. Алиса Шамир, Павел Глазунов, информационная программа «День», 9 канал.